Доброго дня всем, друзья. Сегодня у меня замена тачскрина на модели HTC, смартфон HTC C710 Sensation, модель PG-58-130. Так выглядит новый тачскрин, не проклеенный, запечатанный в пластик с двух сторон, всегда проверяйте шлейф, потому что очень часто мне попадаются стекла с поврежденными шлейфами. Итак, выключаем смартфон, снимаем крышку. Цена такого тачскрина, вот по Испании, составляет 22 евро. Снимаем батарею, раскручиваем заднюю панель. Отвертка на Т5 вам понадобится. Пломба сорвана, судя по всему. Телефон до меня разбирался. Болтики все одинаковые, которые удерживают заднюю панель. Снимаем панель. Будьте аккуратны, здесь у нас еще находится шлейф регулировки громкости. Обратите внимание, сзади защелки такие у нас. Отстегиваем. Сняли панель. Итак, соединение тачскрина у нас находится под верхней платой. Откручиваем вот этот болтик. Аккуратно, еще раз повторяю, с шлейфом звука, кнопок звука. Снимаем верхнюю плату, отсоединяем разъем тачскрина. Вот он, я его отсоединил. Давайте попробуем новый. Подсоединяем новый. Аккуратно ставим плату на свое место. Можно не до конца. Вставляем батарейку. Включаем телефон. Телефон включился. Ждем пока он загрузится и проверяем новый тач. Вот я его сверху положу. Пока поставлю на паузу, пока телефон загрузится. Итак, друзья, телефон загрузился на паузе. Проверяем тач. Тач работает. Обязательно проверяйте вот эти нижние кнопки тоже. Очень часто бывает такое, что именно они не работают. Тач прошел проверку. Давайте приступим. Не попал к его замене. Выключаем телефон. Довольно серьезный смартфон в свое время был. Сейчас многие ходят у нас с таким смартфоном. Плату нижнюю можно не снимать. Начинаем с прогрева стекла. И снимаем стекло снизу и уже идем вверх. Хорошей камерой оснащен данный смартфон. 8-мегапиксельная камера. Двухъядерный процессор стоит. Снэпдрагом, по-моему, работает на андроиде. Телефон. Хорошо прогреваем стекло. Она довольно толстая. Внизу имеется шлейф. Сразу говорю, будьте осторожны, когда будете открывать. разогрели. Аккуратно приподнимаем. Сразу заглядывайте внутрь, потому что здесь шлейф с подсветкой. подсветкой. Вот он, видите? Белый. Старайтесь сохранить вот этот родной оригинальный скотч, прокладку. Прокладку вот эту вот черную. Она не позволяет стеклу приклеиться к экрану. Это особенность этих моделей. Я обычно, когда меняешь, даже если ставишь скотч обыкновенный, однослойный, то все равно экран, тачскрин касается экрана, и получается такое прилипание. Оно видно. Получается не очень красиво, поэтому нужно ставить или двойной скотч, а еще лучше, если вы сохраните оригинальный. вот если он не сильно грязный, его можно просто очистить всяких отбитого стекла. Этот тач вы можете откусить вот так вот. Теперь вставляем новый. Есть множество способов вставить новый тачскрин. Сейчас я вам покажу один из них. Итак, включаем фен. Сейчас нам с вами необходимо будет прогреть вот эту вот сторону и немного отделить экран, дисплей от вот этой вот металлической рамки. Для того, чтобы драйвер тачскрина, вот этот вот, вот этот драйвер, видите, он толстый, чтобы он пролез вот в эту щель. Нагреваем металлическую рамку. Не слишком сильно, не перестарайтесь, потому что, если она передаст тепло на экран, могут появиться следы на самом дисплее. Таким вот способом ссовываем шпатель между экраном и рамкой и немного приподнимаем экран. Будьте очень аккуратны. Сильно не сгибайте, потому что экран может просто-напросто треснуть и загнете его сильно, буквально на один миллиметр. И с этой стороны тоже можно. Чуть-чуть. Разогреем еще немного. Экран посажен на рамку двусторонним скотчем по периметру. Довольно крепкий скотч. Я его сейчас как раз снимаю. Сгибаем чуть-чуть экран. Вот видите, насколько я согнул совсем немного, буквально на миллиметр. Поставим иголку. и просовываем сюда шлейф с драйвером тачскрина. Просунули, вставили шлейф. Убирайте иголку. Снимайте пластик с внутренней части тачскрина. Удаляйте пыль с экрана. Очень удобно удалять этим же пластиком. Очень хорошо удаляет пыль. Всяческие пятна. Тачскрин я не проклеиваю, потому что мы с вами сохранили двусторонний скотч, который стоял уже на нем. В противном случае, конечно, тач нужно будет проклеить желательно двуслойным скотчем, чтобы избежать прилипания, тачскрины. Как я уже объяснял, соединяем шлейф. Тачскрин с разъемом на плате соединили. Вставили на место, вставили в пазы. Обратите внимание, как устанавливается кнопка включения. Вот эта ее часть, правая, должна заходить в каркас. вставили. Закрепляем болтиком единственным, который вначале при разборке скрутили. Устанавливаем кабель на свое место. Заднюю панель ставим. Защелкиваем. Смотрите, чтобы не оставались никакие щели. Будьте внимательны с разъемом с кнопками звука. начало и конец этого отрезка шлейфа должен быть за каркасом. Включаем телефон. Закручиваем болтами. Болты все одинаковые, как я уже говорил. Загружается телефон. Последний болтик. Так не сложно. Происходит замена данной модели. Пройдитесь по краям, чтобы хорошо тач сел на свой скотч. Всем спасибо за внимание, друзья. Это была HTC. Сета 710. Всем удачного дня. Подписывайтесь на наш канал. До свидания. До свидания. Продолжение следует...